Привет! В эфире заметки о Черкесии. Сегодня мы в гостях у Замудина Гучева в его мастерской по изготовлению шерчепширов народных инструментов и не только у вас оциновки. Замудин, спасибо, что согласились. Сразу, наверное, первый вопрос, который возникает у всех подписчиков, кто смотрит. Почему именно народные инструменты так увлекли вас? Я бы сказал шире. Дело в том, что меня увлекло вообще традиционное народное искусство. И вот этот интерес и вообще приход, будь это в академическое искусство, в народное искусство, это, в общем-то, диктуется сверху. Каждый человек занимается тем, что ему предопределено. И, к моему счастью, мне было предопределено вот именно заняться таким интереснейшим видом человеческого искусства, как традиционное искусство. Именно традиционное, что означает искусство, которое передается от одного поколения к другой. Столетиями, тысячелетиями каждое поколение накапливает вот интереснейшие наблюдения, опыт, да. Ну, в общем-то, накопление прекрасного. То есть, ну и вы занялись… Ну и, естественно, начало было связано у меня с таким видом традиционного искусства, как народная поэзия. А потом это перешло в прикладное искусство. И, в частности, значит, камнерезное искусство. Затем искусство плетения адыгской ценовки, пуабль, арджен, так называют адыги. Вот травяные ковры, плетеные из рогоза. Затем в процессе исследования, и все это связано с исследовательской деятельностью. То есть, что-то писали, да? Да, я много ездил по аулам, общался с мастерицами, с мастерами, которые как раз мне рассказали секреты этого искусства, этих видов искусств. И, в общем-то, и сам я стал практически пробовать. Появился уже вот такой чисто практический интерес самому сделать. И настолько это увлекательно оказалось. Особенно вот в начале, когда плетение ценовок. И потом это переросло уже и в изготовлении инструментов. В принципе, они издревле, у черкесов, они бытует издревле совместно. То есть, вот в мужском доме под названием хаджащ, это еще в основном знают как кунацкая, как дом для гостя, гостевая. Но гостевая, оно слово это такое широкое понятие. А на самом деле это мужской дом, потому что в старину вот так просто мужчины и женщины не передвигались. Это этим таким путешествиями, походами занимались только мужчины. Поэтому каждый мужчина мог в любом ауле остановиться в этом хаджащи и найти ночлег, пищу, отдохновение, общение. То есть, естественно, и вот такое музыкальное, песенное общение. Вот. И поэтому вот одно вытекает из другого. Вот народная поэзия, из него вытекла вот интерес к циновкам, к циновке, к шичепщину, адыгской скрипке. А потом этот интерес стал более шире. Вообще музыкальные инструменты черкесов. Традиционные музыкальные инструменты и игра на них. А из этого вырос уже интерес к старинному песнопению. Они вот так все взаимосвязаны. И помимо того, что я лично занимался и занимаюсь этим, но я обучаю, желая вернуть в пространство современной культуры, значит, вернуть вот то все прекрасное, которое создано нашими предками. А вот на ваш взгляд, вот когда вы начинали интересоваться этим, как-то, да, делать более доступным людям, там тоже книги писали, а и сейчас, на сегодняшний день. Вот ваша активность такая, она как-то немножко повлияла на то, чтобы это у молодежи, допустим, сформировать популярность? Конечно, конечно. Это оказало огромное влияние. Ну, я уже говорил, что я постоянно параллельно обучал, скажем, первоначально я занимался обучением плетению циновок. Затем вот на что у меня распространялся интерес, я к этому привлекал и популяризацией занимался. Естественно, желая, чтобы эта информация была доступна, я стал писать, вот, описывать свой опыт, и из этого вырос первая книга в девяносто первом году, учимся, это искусство адыгской циновки. Вот это, да? Да, это книга, посвященная технологии, истории вот этого уникального явления, как циновка, которые, в принципе, циновки имеются у всех народов мира, и, естественно, на Кавказе тоже, но многие искусствоведы отмечают вот особенности именно черкесской циновки, да, вот, и композиционно, и орнаментально, и техническое воплощение этих орнаментов, вот, о высоком уровне. Совсем недавно мне посчастливилось уже общаться с японскими, значит, учеными, которые мне и привезли даже диск, где они демонстрируют искусство плетения айнов. Удивительно, вот это и типология, вот схожесть, вот орнаментальной культуры айнов, древних жителей японских островов, и, в общем-то, свидетельствует о том, что писали и пишут ученые искусствоведы о высоком уровне черкесских циновок. Правда, сегодня этим занимаются буквально единицы. Я, конечно, обучил многих, но не все, в большинстве своем, они не взялись за это. Почему? Потому что это связано с условиями обработки материала, хранения, то есть трудоемкий процесс в подготовке материала к работе. Сам процесс плетения, он очень интересен, но тут требуется большой труд в подготовке самого материала. Вот, ну, следующая книга, это когда я уже занялся инструментами, вот, сам обучался игре на инструментах, конкретно на шичепщине, на адыгской скрипке, мне повезло, что те же 25-30 лет тому назад были еще старики, которые играли на древних адыгских скрипках, и виртуозные исполнители, вот, к моему счастью, попались на моем пути, такие, как Чичасленбач из аула Нишукай, это Меритуков Аслан из аула Хадляш с побережья, он уже, они оба жили в Майкопе, но Джеримок Туркуби, который жил в ауле Джиджахабли, то есть были еще единицы. Сегодня уже, к сожалению, этих стариков нет, но тот опыт, те уроки, которые они мне преподали, я, в общем-то, изложил в книге, вот, во второй книге «Учимся играть на шичепщине», где уже демонстрирует, иллюстрирует технику игру мой юный ученик, Гуагов Дамир, который и на обложке, и он стал уже настолько виртуоз, что ему доверяют танцевальные партии в академическом ансамбле «Нальмаз». Также и девочка есть еще одна, это Паштава Губса, они вот вдвоем на отчетных концертах «Нальмаз» уже им позволяют в оркестре сидеть, а Гуагов уже сольно, вот, скажем, «Загатлят», это быстрый танец, он уже сольно, выходя на аванс-сцену, значит, во время выступления, и там демонстрирует свою виртуозность. И они и участники республиканских, всероссийских, международных конкурсов. Уже продолжение. Да, то есть они уже крепко, но я уже не говорю о первом поколении моих учеников, которые блестяще играют и поют старинные песни. Именно в аутентичном стиле. Я всегда ставил задачу возрождения аутентичного исполнительства и песнопения. Не академического. Народного, да. Да, именно. Да. Ну и третья книга. В продолжении «Очимся играть». Конечно, по идее, мне нужно было начинать с книги «Технологии изготовления инструментов». Почему? Потому что их нету. Чтобы научиться играть, надо инструменты иметь, да. Ну вот так у меня интерес больше проявился к созданию атласа черкесского шечевщина, чтобы те, которые пожелают изготовить, уже могли увидеть, какие были, какие есть инструменты. Варианты. Эта книга посвящена вот таким трем направлениям, как первое – шечевщины, второе – это исполнители, третье – это ансамблевые исполнительства. Групповые. Да, групповые исполнители. Ну и каждая вот глава, она как бы подразделяется на подгруппы. Если это касается шечевщин, то, значит, мы делим, значит, адыги. У нас есть и западные, и восточные, и зарубежные адыги. Вот по географии проживания адыгов я поделил вот каждый раздел, вот подразделы. И можно видеть их, где, какие эволюционные процессы. То есть здесь каждый человек, каждый музыковед или любитель традиционного исполнительства может найти для себя информацию. Книга написана на трёх языках. Это на адыгском, русском и английском языках. Но сегодня, чтобы сегодня мир уже тесен, мы активно общаемся и должны знать во всём мире, что существует такая скрипка. Это очень важно для учёных-музыковедов, этномузыкологов. Вот. Но книга имеет ещё приложения очень ценные. Первое приложение – это перечень аудио-видеоматериалов, которые хранятся в архивах радио-телерадиокомпаниях трёх республик. Это АДГЕ, Карачаево-Черкейска, Больнобалкария. И любой, который уже заинтересуется вплотную, чтобы ему не искать уже дополнительно... Да, чтобы он чётко слышал звук. Он посмотрит... Нет, перечень. Он посмотрит... Ага, вот этот материал находится, скажем, в АДГЕ, на телевидении. Он пришёл, там указывается и номер, значит, архива, архивный номер, или в музее инвентарный номер, и так далее. А последнее приложение – это вот этот диск, CD-диск «Онтология черкесских наигрышей на щепчине». Это вообще отдельная, ровная работа, потому что здесь накоплен материал, значит, исполнители, где-то около 70 исполнителей, играют около 140 произведений. И самая, значит, ранняя запись – это 1914 года. Вот, начиная вот сегодня у нас имеется вот такой материал, и это уже для любителей и для исполнителей – это уроки. То есть послушать можно и того, и другого, и выбрать для себя какой-то стиль. Это и для композиторов. Ну да, чтобы ориентироваться. Да, это на музыку. То есть для всех, кто интересуется... Полноценно. ...народной классикой, да, вот, исполнением на щепчине. Ну, сделано, напечатано это в нашей типографии на высочайшем уровне и на прекрасной бумаге, да. У вас книга, на самом деле, очень, да, красиво смотрится. Так что... А вот, кстати, в зарубежной диаспоре там какой-то интерес есть сейчас, не знаете? Ну вот, сегодня же интернет делает чудеса. Да, и у него есть свои отрицательные и положительные, но это как ты сумеешь использовать. И благодаря вот интернету многие материалы вошли в этот атлас. Общаясь по интернету, я искал тех, кто играет на инструментах. В Турции, в Европе, где проживают адыги, значит, в арабских странах. И, конечно, в момент начала, значит, написания и первой книги учимся, и вот атласа их было совсем немного. Но за этот 15-20 лет интерес, вот благодаря тому, что мы постоянно в интернете выкладывали материалы общения, открыта целая страница под названием «Шичай Пщин», и каждый может там внести, да. И в результате появились и особенно активно в Турции, черкесы, живущие в Турции, они там уже несколько человек как мастера, как исполнители. И те ансамбли, которые уже сегодня появились и в Турции, там уже используют адыгскую скрипку. Это прекрасно, я слышу. Замудин, ну расскажите нам немножко о самой сути предмета, что у нас исследований, музыкальный инструмент Шичай Пшина. Какова его история? Знаете ли? Ну, естественно, занимаясь этим явлением, общаешься с исследованиями музыковедов, инструментоведов. Ну, сегодня народные смычковые инструменты, вот к ним и относятся адыгская скрипка Шичай Пшина. Смычковые, что означает, что звукоизвлечение на этом инструменте производится при помощи смычка. Но народные смычковые инструменты, они очень широко распространены в мире. Особенно, вот, Дальний Восточный регион, Средняя Азия, ну и, естественно, Европа. По Кавказу? Ну, это Персия, ну, на Кавказе, Кавказ, естественно. То есть, везде оно присутствует. И они, и эти инструменты разных форм, разных названий, где-то особенностей техники игры. Вот. Но везде прослеживается то, что когда-то смычковые были щипковыми. То есть, смычковые инструменты, они выросли из щипковых инструментов. Щипковые – это, ну, типа гитар, балалай, вот там, где игра производится, звукоизвлечение пальцами, защипыванием. Вот. Затем, каким-то образом, появился смычок. Ну, одни говорят, смычок появился то ли в Средней Азии, то ли в Индии. То есть, дискуссии существуют. Но у адыгов, у черкесов появление этого инструмента тоже, по рассказам, где-то в седой древности. Вот. И кто изобретатель? Когда впервые появился инструмент? Ну, к сожалению, в памяти наших предков не сохранилось. Но они прослеживаются в какой-то мере в устном народном творчестве. Ну, например, в нардском эпосе центральный герой нашего эпоса Саус Роба, он уже играет на щепчине. Угу. В той форме, да? Да. Он играет и в сказках там прослеживается и техника игры, и его возможности аккомпанирования при исполнении песен, мелодии. Его, значит, технологические особенности. Но ярче и так рельефнее вот эти вещи прослеживаются у путешественников, которые бывали в Черкесии, начиная где-то, ну, ближайшее, это начиная с 17 века. И они везде отмечали, что у черкесов имеется скрипка, там, по подобию, они же европейцы, сравнивают со своим. Да, со скрипкой. Двухструнная скрипка они могут обозначить. Или иногда изредка трёх, но чаще двухструнная и в качестве ударного, что у ады, у черкесов имеется, значит, ударный инструмент типа бандурина. И наличие, они отмечали и наличие, значит, арфовых инструментов, арфы, но все почти отмечают наличие вот шичепшин и адызской продольной флейты Камль. А Пхачичи не упоминают? Пхачичи не очень, нет. Они не обратили внимания, но в то время Пхачич, ну, это тоже вот предмет для исследования, появление Пхачичи, но по тем материалам, которые собраны этнографами, фольклористами из ударных, были просто палки, потом доски, брёвна, по которым стучали, задавали ритм при песнопении. Или при, значит, исполнении танцевальных наигрышей. Ну вот, возвращаясь о первом таком на сегодняшний день известном первоисточнике, в котором именно написано. Это относится, впервые его зафиксировал Жак-Виктор Эдуарде Мариньи, француз, который служил в царской армии. И он в 1818 году бывал, значит, на побережье. Они проплывали со стороны, значит, Новороссийска и общались с черкесами. И он то, что увидел, и он впервые там и описал. Это вот самый такой пока что яркий, да, такое яркое описание. Затем особенно я, ну, более подетально даже, можно сказать, описал английский, значит, разведчик, как говорят иногда, шпион или путешественник. Джеймс Белл, да, Джеймс Белл, потом Спенсер, но Джеймс Белл в его дневниках, дневники путешествия по Черкесии. Там прекрасно, очень живо, все это очень красиво, все детально описано. Вот та атмосфера, скажем, в Хачеш, где играл Шичапшинава, как он пел, его эмоции в процессе песнопения, проявляющиеся. То есть, вот, это очень интересный источник. Ну, потом уже ближе к нашему времени, это адыгские просветители, писатели-просветители, они в своих рассказах, повесях, романах тоже не обходили стороной этот инструмент. Особенно это ярко проявилось у Адельгирия Кешева. И он написал еще такую статью, как «Характер адыгских песен», где как раз он прекрасно и затронул сам инструмент, но он там больше затрагивает традиционное песнопение. Вот, правила традиционного песнопения. Это очень интересный источник. Ну, вот. А вот, кстати, интересный вопрос еще. Джагуака, да, знаменитый? Они использовали, допустим, в полевых условиях где-то? В какой инструмент, как правило? Ну, джагуака, вот как раз это был обязательный инструмент. Джагуаква. Джагуаква – это народные стихотворцы, песнетворцы, артисты. То есть, то, что сегодня у нас вот такое разделение трудов. Да, барды, народные барды. Вот у немцев Мейстензингеры, по-моему. Ну, Минестрели еще. Да, Минестрели, да. То есть, у всех народов были вот свои народные вот сочинители, свои барды. Да, конечно, если касаясь нардского эпоса, конечно, эти эпические сложнейшие вещи сочиняли, ну, туда прикладывали свой талант особо одаренные поэты и очень умные, мудрые люди. Но джагуаква, конечно, и среди них были таковые, и они тоже вносили какую-то часть. Но они больше были связаны вот с карнавалом, с игрищем, с сочинением и не только хвалебных песен, но и позорующих. То есть, это уникальный институт в культуре черкесов. И это прекрасно исследовано Налоевым Зауром. Есть целая книга, институт Джагуаква. Вот. И джагуаква, они носили инструменты те же примитивные, то, что сегодня у нас лежат в фондах наших музеев. Но тут примитивность конструкции не знак его качества. Значит, назначение Шичапшина было, это не такое, как, скажем, у скрипки. Шичапшин создавал легкий фон, и на этом фоне исполнялась песня. Это был такой, в основном, аккомпанирующий инструмент. И под этот инструмент и пели, пели и, значит, исторические песни, героические песни, хвалебные или шуточные, сатирические. То есть, всё, что создавали Джагуаква на потребу дня. А песни, они были крайне востребованы. Ибо, вот скажем, если это песня «Плач», это явление в адыгской культуре было, что каждый герой, наездник, после своей гибели, в честь него слагали вот такие исторические песни его жизни, его подвига. Это являлось важным инструментом для воспитания подрастающих мужчин. Конечно, и девочки тоже воспитывались. Есть песни, посвященные и женскому полу, да. Это разные сетования, тоже «Плачи», но в основном их не это «Колыбельные песни». Вот, «Колыбельные песни». Ну, если, скажем, какая-то «Плачевая песня», сочинена в честь какой-то женщины или девушки, то обычно от её имени это сочиняли Джагуаква. И в основном исполняли в мужском кругу вхачащие мужчины. Вот как бы от имени вот этой героини песни. Конечно, женщины, вот исполнение на шичапщине, они, в общем-то, на нём виртуозно владели и женщины, но они публично не показывали. Они могли это у себя в женской половине, в женском кругу, они могли сыграть. Или в девичьи, в Шашауна, были девичьи отдельные или домики, или отдельная комната, где собиралась молодёжь, и они тоже там среди молодых, и парни, и девушки, они соревновались, играли на шичапщине. И пели, конечно, естественно, песни. Так что... Своего рода, да, как развлечение имени, да? Ну да, это вот такие посиделки, общение, знакомство. Или специально, скажем, жених, будущий жених для знакомства, если ему приглянулась какая-то девушка, он с товарищем приходил к ней в гости, в этот девичий дом или комнату, где и сама эта девушка, естественно, не одна, а с родственницами тоже встречали. И они там общались и узнавали друг друга вот в таком общении. И были специальные даже и куплеты стихов с такими подколами, с вопросами, которые могли проявить умственные способности и мужчины, и парни, и девушки. И то есть в таком общении они вот познавали друг друга. И если они понравились, значит, девушка могла ему отправить, значит, такое как бы доказательство, платочек вышитый золотыми нитками. И это уже являлось как бы свидетельством того, что... Симпатия. Да, симпатия. Это правильно подметил, да. Шучукшин, в общем, имел значение ключевое достаточно в культуре. Получается, что так. Да. Сопровождая вот эту, да, передачу культурной информации. Совершенно верно. Это такой широкий, может, длинный... Ну да, на часы. Это лучше, вот, если вам интересно, мы можем собраться группой, приехать, заранее договориться, приехать и провести полноценную прям экскурсию. Здесь у вас в мастерской, здесь отдельного помещения. Хачащ. Хачащ. Там Хачащ, вот, скажем, здесь в мастерской. Да, там инструменты именно, как экспонаты, здесь именно рабочая обстановка. Поэтому, ребята, да, можете обращаться, если что, соберемся и приедем в гости, послушаем большую уже лекцию, действительно интересно. Я буду рад, мы и вместе, и даже и споем. Это обязательная часть нашего общения. Практическая часть, да. И, по-моему, циновки, да, у вас станок есть. Да, да, и для тех, кто пожелает научиться плести адыкскую циновку. Значит, мы поделимся секретами, секретами, и, может быть, из вас появятся известные мастера. По поводу книг я специально оставлю информацию, можете почитать, можно будет сделать предзаявку, предзаказ книги. Я думаю, мы объявим отдельно, да, если будет какой-то сбор. Да, это будет дополнительный тираж. Но, если те желающие о себе сообщат, мы будем фиксировать фамилию, телефон, сообщим, да. Пишите под роликом, либо в любой из групп, которые указаны под роликом. Также, если вам интересна книга, мы вас запишем в список, когда будет формироваться новый тираж. И дальше там детали уже обсудим в процессе. Все, всем спасибо, ребят. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями, комментируйте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok